так значит сзади у нас такой вид имеет тут у нас вот эти вот две боковые части они связывают наш портал то есть две трубы профильных по низу косынка одна потом вторая косынка труба относительно второй трубы две вот эти тоже они связаны изнутри в подробных видео про строительство станка там можете посмотреть об этом связано прокручено болтами все вот здесь косынка удерживающий от диагонального смещения вот но не закрепил я еще дополнительный профиль по нижней части то есть он на всю ширину вот ну для дополнительной жесткости то есть вид уголка у нас теперь небольшого приобретают наш портал ну и принципе та сторона аналогичная только там кабелей нет так но теперь давайте посмотрим привод привод я показывал сборку отдельное видео было на канале так вот так вот выглядит привод то есть как я и говорил как я и хотел установил я вот эти вот кронштейны снаружи вот здесь один тут снизу 2 вот но немножко пришлось каш повозиться болт пришлось протачивать ладно установился он отлично вот систему прижима сейчас покажу как сделал и так так вот у нас выглядит прижим здесь установлен уголок алюминиевый и через пружину осуществляется прижатие всего вот этого шарнира целиком всей этой конструкции притягивается на плите выгоднее было конечно поставить этот уголок вот здесь снизу это было вообще идеально но тут настолько мало места тут уже и рейка очень близко вот и как бы шестерня рядышком поэтому я решил разместиться здесь вот эта конструкция достаточно жесткая получилось поэтому от перемена приложение усилия не сильно что-то изменилось вот и значит сделал я таким образом внутри вот в этой пружинке вложена такая втулочка как бы дистанционная она не позволяет этому кронштейну отодвинуться от оси x настолько чтобы был пропуск там шагов или чтобы через зубья перепрыгнула шестерня сейчас я покажу какой я зазор оставил так то есть вот наш этот уголок пружинка я надеюсь что будет видно то что там зазор действительно очень-очень маленький вот такой вот ход если даже не видно здесь зазор изменяемый то слышно звук челкающий то есть его можно регулировать ослабить здесь гайку подтянуть болт еще сильнее и затянуть контргайку внутри вот в этой вот пружинке повторюсь стоит втулка она не дает сильнее сжиматься пружине то есть вот сейчас я сжал ее достаточно сильно и получается что вот такой вот запас я хода оставил вот если будет необходимое запас можно выбрать и вообще придавить ее жестко так вот эта конструкция выглядит с этого ракурса то есть за счет того что рейка перемещается все достаточно легко рычит да но вот кстати кто пользовался такими реками также рычали не также просто реки я покупал в дюксе по рейке покатал даже ладонью просто покатал шестерню когда они были не установлены еще снят и лежали она даже так рычит то есть катаешь и такой стук такой характер но они единственное они еще не смазаны конечно сейчас пока все на сухое ходит вот здесь у нас ТБР вот эти каретки они ну чем они хороши то что они профиль у них пониже и как бы вся вот эта конструкция плотнее прижата то есть рычаг меньше соответственно здесь тоже самое вот так вот так ну что ж давайте наверное переходить будем к оси Y так покажу сначала эту сторону просто здесь темно не особо видно здесь и как бы здесь нету проводов кабелей шлангов здесь как-то понагляднее здесь единственное отличие от той то что здесь есть кнопка вот но зато нету шлангов всяких проводов вот в общем вот так вот все это дело выглядит сейчас перейдем на ту сторону и поподробнее рассмотрим там более ярко видно вот здесь у нас кнопочка стоп будет которая будет ездить с порталом вместе вот ну и датчик прикреплен так пойдем на ту сторону так на этой стороне должно быть видно гораздо лучше все равно немножко в контр свете но к сожалению я не могу так гибко управлять освещением если я сейчас освещение выключу то выключится тут половина мастерской обесточится так ладно надеюсь будет видно в общем ту конструкцию которую я также показывал в отдельном видео вот она вот таким образом у меня закрепилась значит здесь у нас заглушки люков которые глушат торцы вот труб вот этих сквозные да вот одну заглушку я сделал усиленную с кучей болтов второй поменьше вот и за нее заусиленную запился грандштейн и на него пружина вот насколько то есть натягивать эту пружину я пока не знаю сам то есть вот эту пипку можно будет пересверливать отверстие перемещать ее вот пока я натянул там с каким-то примерным усилием то есть там в районе 5-10 килограмм у меня нет безмена такого посмотреть вот постарался примерно одинаковое усилие соблюсти и тут и там ну то есть пружинки одинаковые соответственно в то же самое место просверлил и установил вот насколько она будет там но сильно или не сильно будем смотреть уже по непосредственно эксплуатации станка то есть станок я делаю для друга соответственно он будет где-то рядышком со мной всегда ну и как говорится я могу все время подкорректировать там что-то что нужно будет вот в общем здесь этот рычаг таким образом закрепился бегает очень хорошо то есть конструкция получилась достаточно жесткой сейчас покажу эти крепления его вот здесь ограничителя как на оси и как такового нету и ограничителем здесь является сам ремень то есть ремень как можно видеть он не очень сильно натянут ну и соответственно подымаю этот мотор и запас можно его натянуть сильнее вот пока я не натягиваю опять же я повторюсь будем смотреть на то как будет себя вести станок то есть если будет достаточно его жесткости эти будем оставлять так тем самым в щадящем режиме у нас работает ремень вот ну и как бы соответственно дольше срок эксплуатации вот если не будет хватать жесткости будем натягивать пружину будем натягивать ремень вот ну короче говоря будем разбираться по месту так значит здесь у нас это Куча болтов, это крепление стойки, которые объединяют две трубы по иксу Соответственно, понизу идут крепления на шесть болт уже, это крепления косынки и косынка-то она у нас удерживает вот эти наши трубы. Мощные от наклона. Нижняя косынка удерживает диагональные смещения. Эта косынка удерживает наклон. Ну и в общем-то, в принципе, здесь всё. Здесь сделал полочку такую выносную По поводу вот этого кронштейна Много народу ругалось на меня, зачем я так сделал Предлагали Примерно тот же вариант, что я сделал на X Но в этом случае у меня вот сюда бы торчал мотор Так как мотор 112 мм То есть он достаточно длинный Получается, что он прилично бы выступал А станок именно вот этой стороной Будет стоять к стене И помещение там достаточно узенькое То есть с той стороны будет еще и дополнительный проход То есть там нужно будет ходить людям Поэтому было принято решение Как можно его здесь заузить Как можно больше даже рассматривали Мой вариант установки вот этого кабеля Кабель-канала вместе со всеми над станком К стене прикрутить его И чтобы он заворачивался вот в эту сторону Вот так Ну или вот так, да То есть чтобы не снизу, получается, поднимался вверх А наоборот сверху опускался вниз Но я прикинул, попробовал В общем, получилось сделать его достаточно плотным Вот к этой стенке Выступает он от нее на 11 см Ну и как бы вот эта вот часть вся Она, в принципе, съелась Соответственно, здесь я могу достаточно плотно Станок поставить к стене Если бы здесь торчал мотор То, во-первых, к стене уже так плотно не поставишь Во-вторых, с той стороны он бы торчал точно так же Это еще дополнительно увеличило бы габарит А там еще и постоянно будут ходить люди Ну и как бы, сами понимаете, что можно зацепиться Там на ходу, если портал будет двигаться Вот, ничего хорошего от этого не будет Вот, поэтому было принято решение вот такой вот конструкции Вот, ну, будем смотреть, как она будет работать Так, еще по кабель-каналам пока вот мы на этом ракурсе Хотел сказать Значит, в один кабель-канал я не увестился полностью Ну, чисто физически, конечно, можно было там натолкать вот эти шланги Но уже там достаточно плотно так все было бы набито Вот, я решил как бы немножко схитрить и кинул рядом Здесь у нас кабель-канал 50, по-моему, на 15 А здесь кабель-канал 10 на 20 Вот, в общем, в этом кабель-канале идут чисто шланги Вот он у меня вот до этого места скреплен вот с этим вот А дальше я хотел скреплять, я думал, что когда шланги наполнятся водой, вот этот кабель-канал будет сильно провисать Ну, на самом деле, нет Они нормально, ну, чуть будет, может быть, вот так вот провисают совсем немножко Если скреплять, то при складывании начинают они это, ну, играть немножко То есть шаг у них разный, вот, и как бы не очень так это приятно выглядит, как говорится Вот, а так они укладываются каждый по-своему, то есть каждый со своей траекторией И все нормально, никуда не деваются Вот, трап я делал вот такой, то есть это уголки, ну, как бы два уголка Здесь вот перекладины с каждым, вот, и, соответственно, туда все четко укладываются Специально сделать с небольшим запасиком, чтобы стяжки вылезали, вот я стяжки выстягиваю Вот, и не выезжал вот сюда, как этот канал И в то же время стружка, которая туда будет падать, там сквозь провода будет проваливаться И, соответственно, вниз не будет задерживаться в этом лошке Да, вот, кстати, кто-то там меня спрашивал, нафига нужны вот эти вот нижние косунки, которые соединяют портал, вот эти вот перекладины Нужны они вот, здесь я, двухметровый у нас портал Я толкаю его в одну сторону, и, как бы, вместе с ним синхронизирована едет вторая сторона Хотя там усилие привода нужно еще провернуть Плюс еще это усилие привода идет с двух с половиной редукцией, в два с половиной Вот, и он, как раз, не нарушая диагонали То есть вот этот сам портал, он никуда не поворачивается Вот, вот этот делают вот эти две косунки То есть одна здесь, одна там Вот они за счет своей ширины достаточно крепко его держат От диагональных смещений Вот, поэтому, в принципе, и датчика достаточно только одного То есть на вторую сторону не нужен датчик Так, по поводу кронштейнов, вот этих креплений Значит, вот так вот все это дело выглядит Срок покажу, что я не могу добраться Значит, эту пластинку закрепил сначала такими, 1912 болтами Но попали они у меня как раз Если вот эта часть плиты опускается вниз Она как раз и зацепляет Вот, ну, в общем, я их в потайх спрятал И так я, получается, 8 миллиметров примерно съел свободного хода Ну и еще плюс дал, болты торчали Вот, ну, короче говоря, здесь остались такие Вот, а туда, в потай Сделал на все трубы заглушки Пластиковые, то есть на 3D-принтере отпечатал И здесь вот везде все Вот, все, в принципе, достаточно аккуратно выглядит Сюда тоже вот такие вот здоровенные Вот, и в той стороне еще будет дополнительно кнопочка Вот, кнопки решили делать три То есть одна кнопка будет там Вот этой стороной будет станок стоять К стене Вот здесь будет, где я стою, примерно на этом месте Будет стол с компьютером И со шкафом управления Вот, на столе будет кнопочный пост С кнопкой прям, ну, там или прикручен к столу Или просто на проватке оболтаться Одна кнопка будет вот здесь вот То есть в углу, на дальнем самом углу от стола Ну, как по вот этой линии, да И одна кнопка будет вон на том краю портала Она будет ездить, перемещаться вместе с порталом Вот, в общем, три кнопочки будут стопа. Останок достаточно большой, то есть лучше немножко обезопаситься. Вот, ну, в принципе, все. Так, давайте теперь его покатаем, посмотрим, как он у нас работает джужжит. Так, значит, такие движения по осям у нас. Ну, у нас максимальные скорости, то есть, ну, маленько можно добавить, но уже осень немножко начинает подклинивать иногда. Да шучу я, конечно. Вот его реальные скорости. А послушайте, как звучит Z-как. Как на тяжелых, мощных, так, станках с высокой точностью, с высокой массой, прям, у меня пока лучше не получалось. Щелкают, кстати, это шарики в каретку. Я могу вечно это делать. Посмотрим на скорости. Вот сюда надо смотреть. Ну, в общем, как можете видеть, почти 23 метра в минуту скорость перемещений. Вот, но это далеко не предел. Ускорения сейчас стоят тысяча, потому что я уже там практически до предельных значений в частоте дополз. Вот, и как бы больше мне уже матч выставлять не дает. Вот, в принципе, можно поднять частоту. Вот, будет, увеличить можно будет и разгоны, и увеличить скорости. Я, кстати, я разгон увеличивал до такой, до такого, что у меня рама сама немного в момент старта оси Y, в момент старта портала, у меня рама сама немного сдвигалась с места. Вот, то есть, когда вот такое вот движение происходило, у меня сама рама, она немножко туда назад уезжала. Вот, ну, в общем, скорости, в принципе, это завышенные. То есть, на этих скоростях станок работать не будет. Ну, не то, что работать, даже, наверное, и холостые перемещения немножко убавим. Вот, ну, это, так сказать, небольшая демонстрация. Вот, ну, а так, я считаю, то, что нет смысла такие большие скорости ставить. Да, элементарно, что-нибудь полезешь в фанеру крепить, он дернется и задавит. Вот, ну, в общем, сложно будет от него отпрыгнуть, в случае чего, да, поэтому, я считаю, лучше немножко пониже скорости поставить, там, хотя бы метров на 15, да, вот, и то будет уже поприятнее. Вот, ну, а так вот, в принципе, бегает, все нормально, то есть, никаких ни заеданий, ни подъеданий, все четенько, все очень легко перемещается, и как руками, так и с помощью приводов. Вот, ну, поэтому будет все отлично. Ну, и, кстати, здесь, как и обычно, реализован запуск шпинделя через МАЧ-3, а также его регулировка оборотов. Соответственно, подача охлаждающей жидкости в шпинделе тоже все автоматически при запуске шпинделя. Вот, ну, осталось изготовить и настроить только датчик пробок для почти что полного комплекта. Вот, ну, и на этом пока все. Ну, что ж, друзья, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто принимал участие, так сказать, морально поддерживал, всем, кто интересовался проектом. В принципе, могу считать его законченным, практически, за маленьким исключением. Вот, ну, надеюсь, если получится, что-то еще покажу, когда мы будем его устанавливать на свое место. Вот, ну, и на этом, наверное, все. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.